Новости 24 продолжает эфир телеканала ННТ. Я Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И вот что ожидает вас сегодня в выпуске. Разгул стихии не утихает. В ряде дагестанских районов продолжаются пожары. На местах работают сотрудники МЧС. Должник по неволе. Жители республики могут обратиться в службу судебных приставов, если им приписали долг двойника. День сколько мешков собираете, бабушки? День собираем 50. Отлично, вы рекацмен. 45 тонн картофеля с одного гектара. Урожай овощей в этом году радует. Как проходит уборка картофеля в Кизилюртовском районе, смотрите сегодня в выпуске. В Дагестане продолжается ликвидация природных пожаров. На контроле МЧС три очага возгорания в лесах на общей площади в 166 гектаров. В двух очагах в районе поселка Тарки, города Махачкалы и возле села Агачау в Карабадахенском районе пожары локализованы. В Казбековском районе открытого горения нет, но имеются отдельные очаги тлений и задымления на площади 500 квадратных метров. К тушению пожара привлекли два вертолета МЧС России. Общая численность группировки, привлеченная к тушению данных пожаров, составляет 196 человек и 14 единиц техники. Из них МЧС России 71 человек и 4 единицы техники. Глава Кизлярского района временно отстранен от занимаемой должности. Такое решение в среду принял Советский районный суд Махачкалы по ходатайству следствия. Александр Погорелов подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, он, возглавляя сельсовет Южный, внес ложные сведения в похозяйственные книги о наличии у 19 жителей сельсовета права пожизненного наследуемого владения. После чего жители оформили право собственности на земельные участки. Сумма ущерба оценена в 2,2 млн. рублей. Борьба с должниками-двойниками. Служба судебных приставов в республике открыла горячую линию для тех, кто столкнулся с ошибочной идентификацией своей личности. Ситуации, когда человека по ошибке записывают в должники, часто возникают. Речь о тех случаях, когда данные реального должника совпадают с именем и датой рождения другого человека. Приставы нашли выход. Если гражданин знает, что он ничего не задолжал, но вдруг получает известие о том, что им заинтересовались судебные приставы, то ему необходимо уведомить органы об ошибке. Раньше в такой ситуации нужно было лично прийти в отдел или управление судебных приставов. Сейчас об ошибке можно просто сообщить по телефону. У нас в республике достаточно большое количество однофамильцев. Но помимо того, что они еще однофамильцы, у них еще идет совпадение и по имени, и по отчеству, и даже по дате рождения. Поэтому у нас получаются двойники в исполнительном производстве. В части исключения подобных моментов управление Федеральной службы судебных приставов по республике Дагестан запускает горячую линию, по которой граждане, которые являются двойниками в исполнительном производстве, могут обратиться по телефону. В Махачкале состоялось первое заседание нового состава общественной палаты республики. Новым председателем этого коллегиального органа избран Абдул-Мумин Ибрагимов, который ранее занимал должность первого заместителя главы Махачкалы. Ибрагимов отметил, что перед новым составом стоит немало задач, главная из которых – превратить общественную палату в реально действующий механизм для решения насущных проблем республики. Хочу поблагодарить вас за такую единодушную поддержку моей кандидатуры на должность председателя общественной палаты республики Дагестан. Мы постараемся, чтобы общественная палата, вот эта площадка, была главным местом обсуждения всех проблем, которые есть в общественности республики. Мы являемся посредником между обществом и властью. Наверное, скорее наша функция такая – некий контроль, как исполняются законы, и донести до тех участков, где плохо это делается. Я хочу мобилизовать все пассиональные ресурсы молодежи, взрослых людей, которые хотели бы поделиться опытом, идеями, и через общественную палату продвигать эти проекты. Чаще всего в Дагестане разводятся представители русской, лакской и кумыкской национальностей. Об этом сообщает Риадагестан со ссылкой на пресс-службу Дагстата. По данным информагентства, всего в республике насчитывается почти 740 тысяч семей. Из них, проживающих в регионе, граждан старше 16 лет, в браке состоит более 60% населения. При этом разведенными являются 5% мужчин и женщин. Дагестан оказался среди регионов лидеров по числу молодых мам. Данные приводит Рустат. В республике за прошлый год родились 30 детей на 1000 женщин в возрасте от 15 до 19 лет. Меньше всего молодых мам в Ингушетии, Москве и Санкт-Петербурге. Специалисты отмечают, раннее материнство сохраняется в регионах, где к этому располагают местные традиции и культура. На полях Дагестана в разгаре картофельная страда. Урожай ожидаемо радует. Хватит его на всех, чтобы местного потребителя прокормить и на столичные столы отправить, как утверждают фермеры. Только на одном из сельскохозяйственных предприятий в Кизлюртовском районе в день собрали картофель на 70 гектарах. На уборке картошки побывала Патимат Ханапова. Урожайность в этом году приличная. Около 45 тонн с гектара. Помогать в уборке сюда приезжают люди со всего Дагестана. Среди них и махачкаленька Мария Мнурмагомедова, которая вместе с детьми приехала на сезонную подработку. Как отмечает женщина, работа на полях – это не только возможность заработать, но и метод приучить домочадцев к благородному труду на земле. Мы в день собираем с детьми около 80 мешков, 70 по-разному. Погода, ну, кому какой заказы. Вот у нас нормально. Очень красиво у нас, очень приятно. И условия у нас есть отличные. Ну, я не жалею, что я сюда приехала. И еще в следующем году тоже собираюсь с детьми сюда приехать. Полей здесь много. Всего клубней предстоит собрать более чем с 50 гектаров. Право вручную справляться сложно. Без материально-технической базы никак. Поэтому владельцы личных подворий решили объединиться в сельскохозяйственный потребительский кооператив. Этот статус позволяет фермерам получать субсидии от государства. Так, Министерство сельского хозяйства помогает земледельцам приобретать необходимую технику, реализовывать товар и развиваться. В данный момент в СПОКе задействовано 15 единиц техники, а также занято около 70-80 человек. ООО «Агропрайм» обеспечивает внутренний рынок, а также выходит на рынки центральной части России. Такие города, как Омск, Свердловск, Казань, Москва. В последние годы на территории поселка Комсомольское ведется успешная работа по развитию сельского хозяйства. С применением технологии капельного орошения на 135 гектарах возделывают множество овощных культур. Данный метод дает надежду земледельцам собрать с каждого гектара по 100 тонн капусты, 40 тонн моркови, до 80 тонн лука и 70 тонн свеклы. На верстать упущенные спортсмены Дагестана активно возвращаются к тренировкам. Возобновили этот процесс и борцы из Хасавюрта. Занятия проходят на свежем воздухе с применением подручных средств. Курбан Рагимов побывал на импровизированной базе и увидел, как вольники возвращаются к привычному режиму. Автомобильные покрышки оказались универсальны в применении. Здесь, в местности Аркабас, что в пяти километрах от Хасавюрта, тренеры оборудовали настоящую кроссфит-зону. Каждое утро под открытым небом занимаются ведущие борцы с северной столицы Дагестана. Пошел, пошел, пошли. Режим самоизоляции стал серьезным испытанием для всех спортсменов. Залы пока еще остаются закрытыми, поэтому уже четвертый месяц Курбану Шираеву приходится работать дома и на улице. Действующий чемпион Европы входит в круг претендентов на поездку на Олимпиаду. Перенос игр в Токио, признается 21-летний борец, пойдет ему на пользу. Все очень было странно, так как никогда не бывало, что залы закрыли там. И никогда даже не думал, что зал вообще закроют. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, но в то же время появилось больше времени укрепиться, еще поработать над своими ошибками, работать как бы, да. Ну, я думаю, лучше, с одной стороны, в то же время, так как как раз только набирал обороты еще чуть-чуть. Пандемия коронавируса вынудила борцов изменить весь план занятий. Теперь пора наверстывать упущенное. Наставники оперативно нашли выход из положения. От такого разнообразия вольникам скучать не приходится. Заслуженный тренер страны Магомед Гусейнов уверен, тренировки на свежем воздухе станут для всех своего рода перезагрузкой. После вынужденного перерыва спортсмены полны энтузиазма. Мои сил на природе, они улучшают свои физические показатели, работают над скоростью и выносливостью. Эту двухчасовую тренировку здесь принято называть зарядкой. Вечером их ждет еще одно занятие. Конечно, уже сколько, четвертый месяц походит, без соревнований, без тренировок. На ковре нормально работать не можем, уже соскучились. Хотим азарта борьбы, чтобы радовать своих болельщиков, близких людей. Думаю, все уже соскучились сильно по борьбе. Думаю, иншало, скоро уже начнутся соревнования. С одной стороны, тоже летом хорошо на улице тренироваться, потому что иногда ковер тоже надоедает. Ну, альхамдуль, у нас все хорошо, каждый день зарядку делаем, по вечерам работаем. Хорошо, Аббас, хорошо! Сезон 2020 вольники планируют возобновить в сентябре. На днях объединенный мир борьбы сформировал условный календарь, обозначены места и сроки проведения ключевых соревнований по всем возрастам. Для проведения этих стартов есть ряд условий, главная из которых – эпидемиологическая обстановка в мире. Каждая страна, где эта вольная борьба развивается, начиная с Японии до Америки, люди занимаются, кто дома, кто со своим личным тренером. Мы все знаем, что нам надо стартовать, не сегодня, не завтра, через полгода, поэтому мы должны быть готовы. Вот сегодня скажешь, там сборы, мы должны поехать бороться. С каждой и Россией надо бороться, поэтому мы должны быть всегда готовы. Конечно, занятия на улице не смогут в полной мере заменить борцам привычный ковер. Вольникам, как воздух, нужна работа в парах с реальным противником. Поэтому они ждут и надеются, что в ближайшее время им все же разрешат вернуться к привычному режиму. Курбан Рагимов, Амина Джавадханова, Нуса Салгиреев, телеканал ННТ. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова